Глава 25. Научиться относиться к жизни с доверием, расслабленно и спокойно. Королевское спокойствие. Было произведено очень интересное исследование и оказалось, что людям, которые сумели разбогатеть и добиться больших успехов, присущи такие качества, как уравновешенность и спокойствие. В какие бы трудные ситуации они не попадали, какой бы ни был шторм эмоций вокруг, в их душе практически всегда царит покой и тишина. Казалось бы, в самых экстремальных ситуациях они остаются внутренне настолько спокойными, насколько это возможно. В качестве примера я хочу привести Джона Рокфеллера. Он никогда не нервничал, никогда не повышал голос. Вывести его из себя было практически невозможно. Однажды к нему пожаловал разъяренный подрядчик, который был так раздосадован, что кричал более получаса. Все это время Рокфеллер слушал его с невозмутимым лицом. А когда тот совсем выдохся, тихо сказал, «Простите, я не совсем уловил, о чем поговорили, могли бы вы повторить?» Когда у вас в душе царит равновесие и спокойствие, вы находитесь и живете в состоянии гармонии. Как же обрести состояние душевного равновесия и научиться спокойствию? А начать необходимо с понимания того факта, что равновесие и спокойствие базируются на практике релаксации и успокоения. Подарите себе каждый день 20 минут покоя. Отключите телевизор и попросите, чтобы вас никто не беспокоил. Это время только для вас. Посидите спокойно, расслабьтесь, прислушайтесь к самому себе. Можно расслабиться сидя, а можно сделать это и лёжа. Как вам будет более удобно и комфортно. Кстати, если вам необходимо принять какое-либо решение и найти ответ на вопрос, вы можете использовать время релаксации для этого. Все, что вам надо сделать, это задать свой вопрос. Лучше вслух, затем расслабьтесь и посидите в тишине и покое. Есть одна очень действенная техника, освоив которую вы обретёте желанное спокойствие и даже защищённость. В состоянии покоя, расслабления представьте, что вы окружены светом. И этот свет наполнен жизненной энергией и спокойствием. Всё ваше тело полностью окружено им. И никакие неприятности, ничего негативного он просто не допускает к вам. Всё плохое отталкивается, а внутри царит королевское спокойствие и уверенность. Вы неуязвимы. Представили? А теперь произнесите три ключевых слова. Свет, спокойствие, защищённость. Проделайте это упражнение несколько раз. И в дальнейшем, когда вам будет необходимо это состояние, просто произнесите ключевые слова и представьте свет. И вы будете спокойны и защищены. Человек, который хорошо организован и контролирует своё сознание, постоянно применяя на практике формулу веры, может жить без напряжения. Секрет заключается в овладении искусством отрешения, в способности быть выше раздражения, пишет Норман Винсент Пил. Если все высшие силы со мной, кто может быть против меня? Сначала Бог казался мне наблюдателем, моим судьёй, который следит за всем, что я сделаю не так. И таким образом, когда я умру, Бог будет знать, куда мне отправиться, в рай или в ад. Он всегда был где-то там, как президент. Я узнавал его изображение, когда видел, но на самом деле я его не знал. Потом, когда я лучше узнал свои силы, жизнь стала казаться мне ездой на велосипеде. И на этом велосипеде-тандеме, как я заметил, Бог сидел на заднем сидении и помогал мне крутить педали. Не знаю, когда он предложил мне поменяться местами, но с тех пор всё изменилось. Жить с сознанием своей высшей силы, это прибавляет жизни остроты. Когда контроль был в моих руках, я знал дорогу. Это было довольно скучно, но предсказуемо. Я всегда находил самый короткий путь между двумя точками. Но когда руководство взял на себя он, которому известны восхитительные обходные пути вверх по горам, через скалистые ущелья и на головокружительной скорости, мне оставалось только держаться. И хотя всё это выглядело сущим безумием, он не уставал повторять, крути педали, крути педали. Я заволновался, забеспокоился и спросил, куда ты меня везёшь. Он только рассмеялся и ничего не ответил, и я начал учиться и доверять. Вскоре я забыла о своей скучной жизни, и у меня начались приключения. И когда я говорил, мне страшно, он оборачивался ко мне и касался моей руки. Он привёз меня к людям, одарённым талантами, в которых я нуждался. Талантами лечить, принимать, радоваться. Они дали мне в дорогу свои таланты, в нашу дорогу. Так правильнее. Мою с Богом. И когда мы снова тронулись в путь, он сказал, «Отдай эти дары, это дополнительный вес, слишком тяжело». Так я и сделал. Отдал их встречным мной людям и обнаружил, что отдавая, получил я, а наш груз остался по-прежнему лёгким. Сначала я ему не доверял, когда сам контролировал свою жизнь. Я думал, что он её погубит. Но он знал секреты езды на велосипеде, знал, как обойти острые углы, перепрыгнуть через камни, взлететь, чтобы перебраться через опасные участки. Я учусь молчать и крутить педали. В самых дикованных местах я начинаю наслаждаться видом и прохладным ветерком, обвивающим моё лицо, имея такого восхитительного постоянного товарища, мои высшие силы. И когда я точно уверен, что больше не могу двигаться, он лишь улыбается и говорит «Крути педали». Из книги «Исцеление души» Джека Кэнфилда и Эм Хансона. Глава 27. В моей книге «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Татьяна Салмановна Макту, Сайфу. Карта желаний, карта сокровищ. Как простая картинка может изменить жизнь? Если вы много ожидаете от жизни, то вам многое будет дано. Именно со знакомством с этой интереснейшей техникой начала меняться моя жизнь. Качественно, волшебно и неузнаваемо. Именно она заставила меня поверить в материализацию мечты и всевозможных желаний. Именно она придала мне кураж и веру в том, что все возможно, если действительно хочешь изменений в жизни. И произошло это в достаточно сложное для меня время. Я искала ответы на свои вопросы, и ответ пришел в качестве книг, в одной из которых и говорилось о карте сокровищ. Как простая картинка может изменить жизнь? А оказывается, может. Нет, честно признаюсь, не сразу я поверила, что вырезав красивые картинки из журналов, каталогов, которые отражают мои желания, и сделав из них карту мечты, то это все материализуется и появится в моей жизни. Насколько эта техника могущественна, я узнала позже. У меня было очень сильное желание изменить ситуацию, в которой я находилась, поэтому я решила попробовать, подумав. А что, собственно говоря, я теряю? Подумаю, решу, что мне необходимо, что я действительно хочу. Найду красивые картинки, которые отражают мои желания и намерения, и сделаю карту. А почему бы и нет? Может, и в правду сработает? Восприняла это весело, с азартом и с элементом игры. Мол, игра такая интересная и увлекательная. Определила сферы моей жизни, которые нуждаются в улучшении, разделила карту на сектора, финансы, личные отношения, помощники, учителя и так далее. Заполнила красивыми картинками и поместила ее на стене перед своей кроватью, чтобы я могла каждый день ее видеть. повесила, а про себя подумала. Если я этого хочу, значит, наверное, это будет в моей жизни. Через полгода я действительно поняла, осознала и поверила в то, что если мы доверяем жизни, она дает все, что нам необходимо и о чем мы просим. И в нашей жизни происходят удивительные вещи. Просто по-другому я не могла назвать то событие, которое случилось иначе, как чудо. Мне подарили ювелирное украшение точь-в-точь, как на моей карте. Точно такое, какое красовалось на моей карте. Когда я смотрела, я не могла сначала поверить в это. Меня охватил восторг, радость, счастье, истинная вера в то, что это действительно работает. Ну и, конечно, удивление. Одно дело, когда советуют другие, но вот когда это происходит в твоей жизни, это совсем другое. Тогда ты действительно начинаешь верить. Я прыгала, смеялась, веселилась от переполнявшего меня счастья, благодарила жизнь, Вселенную и себя за все. Кстати, практически все, все, что было изображено на моей карте, появилось в моей жизни и даже раньше, чем я этого ожидала. Почему это работает? Дело в том, что наше подсознание прекрасно реагирует на образы. И как раз хорошим помощником становится карта желаний. Каждый раз, когда вы смотрите на нее, выбранный вами образ укрепляется под сознанием. Применяя эту технику, мы конкретно определяем то, что мы хотим, и показываем Вселенной свои мечты и желания. Карту лучше делать как можно более красочной и яркой. Найдите картинки того, что вы действительно хотите иметь. Красивый дом, машину, о которой мечтаете, ювелирные украшения. Может быть, вы мечтаете о далеком путешествии или своем бизнесе. Тогда вам надо найти соответствующую иллюстрацию. В общем, все, что ваша душа желает, и не надо ограничивать свою фантазию и мечты. Но, внимание, это не значит, что надо все подряд помещать на свою карту. Сначала хорошо подумайте, определите, действительно ли вам это надо, а затем размещайте это на своей карте. Вы также можете поместить в центре свои счастливые фотографии, заполнить ее подходящими аффирмациями, формулировками, которые показывают ваши желания. Если вам не удалось найти подходящие картинки, вы можете нарисовать ее сами или просто написать свои желания, формулируя их в настоящем времени. Ваша карта может быть как большой, так и маленькой и помещаться с каждым в вашем кошельке. Кстати, имейте в виду, что нежелательно допускать чужих любопытных взглядов в вашу карту. Пусть это будет ваш маленький секрет. Вы можете поделиться своими мечтами и желаниями с друзьями и людьми, которые понимают, разделяют ваше устремление. А вот людям праздным, завистливым, которые могут раскритиковать или посмеяться над вашими желаниями, показывать ее не стоит. И знайте, что если вы этого хотите, значит это будет у вас. Все наши желания исполняются. Истинные. Я рассказываю об этой технике в моем авторском видеокурсе. Я знаю девушку, которая жила очень скромно, но в душе она чувствовала, что достойна лучшей жизни. Она стала рассматривать красочные каталоги богатой жизни и создала карту сокровищ. И каждый день представляла себя частью этого процветающего мира. Она была благодарна абсолютно за все, а также щедро делилась другими тем, что имела сама. Она знала, что с верой возможно все. Все достижимо. Она верила в свое право быть богатой и счастливой. Представляла себя уже богатой, процветающей. Оставалась верна себе, была открыта всему новому, слушала свое сердце и настойчиво работала со своим сознанием, закладывая в него мысли о процветании и изобилии, используя аффирмации, позитивное мышление и творческую визуализацию. Эти усилия привели к тому, что благоприятные обстоятельства стали появляться одно за другим. Ей оставалось только правильно на них реагировать. И все, о чем она мечтала и представляла, стало реальностью. Обстоятельства сложились таким образом, что воображаемое богатство и процветание стало для нее реальностью. Сегодня, когда у нее спрашивают, как ей это удалось, она отвечает, Вселенная дарит только, сколько человек может принять. Сначала, о чем мечтаешь, должно появиться в сознании, а затем станет реальностью. Главное верить, быть открытым и готовым принять ее дары, а также оставаться благодарным и когда трудно, и когда добился того, о чем мечтал. В прошлом, когда еще вынужден был бороться за свое финансовое положение, пишет Рэнди Кейдж, писатель и мультимиллионер, я увидела изображение доджа-вайпера и был потрясен, насколько это красивая машина. Я ощутила, что должен был купить ее. Примерно год спустя я узнала доски мечты и сделал ее. Я знал, что я хочу красный вайпер. И я наклеила его фотографию на доску. В журнале, откуда я брал фотографию, не было изображения красной. машины, так что я наклеила изображение черной. Несколько месяцев спустя я обсуждал контракт с одной компанией. Я внес пункт в контракт, по которому они покупают мне новый вайпер в том случае, если их продаж достигнут двух миллионов долларов. И произошел интересный случай. Перед тем, как продажи достигли означенной выше суммы, президент компании позвонил мне. Он был доволен успехами в бизнесе, что решил купить мне вайпер раньше срока. Он был другом крупнейшего мирового поставщика машин вайпер. К тому времени владелец казино в Лас-Вегасе не так давно развелся и нуждался в быстрых деньгах. У него был вайпер с специальным дополнительным багажником. Экзотическими деталями и некоторыми модными модификациями в конструкции. Это был совершенно особенный вайпер. Имелась только одна проблема. Он был черный. И президент хотел знать, хочу ли я эту машину или все-таки красную. Складывалась непростая для меня ситуация. Я попросила немного времени, чтобы подумать. Я поехал прокатиться на велосипеде до Ocean Drive. На полпути я заметила два вайпера, припаркованных на платной стоянке перед рестораном. Один красный, другой черный. Совпадение? Я спустился со своего велосипеда и стал ходить вокруг них. Я разглядывал их с разных углов и решил, что черный лучше. Теперь у меня есть четыре вайпера, но черный все равно мой любимый. когда я смотрю на него, то я понимаю, что причина, по которой я купил черный состояла в том, что именно такой красовался на моей доске мечты. За два года я сумела воплотить практически все, что было изображено на моей доске мечты. Так что я имею полное право рекомендовать вам ее. Известная писательница Элизабет Профит, разбирая вещи своего мужа Марка Профита, нашла альбом, в котором он расположил свою карту сокровищ. Эта пожелтевшая от времени тетрадь включала вывески из различных газет и журналов, начиная с 1940-х годов. Там она увидела картину дома, о которой мечтал Марк, а также изображение женщины его мечты, которую он хотел видеть своей женой. И все это стало для него реальностью как дом в определенном месте, так и идеальная жена, удивительно похожая на Элизабет. «Моркоп» «Конечно» 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 poet